Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Юлия Черешнева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Сотрудники ММК и их семьи получили субсидию на первоначальный ипотечный взнос, либо на погашение уже имеющегося кредита. Как попасть в число счастливчиков? Что для садоводов генеральная уборка, то для пожарных головная боль. Как сжигание травы на огородах в разы увеличивает статистику огнеборцам? И что ждет нарушителей? 6-4 в матче, 1-1 в серии. Металлург обыграл на своем льду ЦСКА. Финал Кубка Гагарина переезжает в Москву. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Чтобы гулять было безопасно, в Магнитогорске проводят коррецидную обработку парков и скверов. Большая часть работ уже сделана. Накануне специалисты продезинфицировали от клещей территорию сквера Собора Вознесения Господня. На месте побывала наша съемочная группа. Сквер между ареной Металлург и храмом Вознесения Господня – одна из достопримечательностей города. Здесь зелено и красиво. А чтобы было еще и безопасно, специалисты обрабатывают территорию от клещей. Облако действующего вещества оседает на зеленой поверхности. Метод, который применяют в обработке территории от клещей, называется холодный туман. Он эффективный и безопасный, говорят специалисты. Территория обрабатывается раствором ципертрин. Для людей он не опасен. Опасности никакой не представляет. Он именно работает от средства инсектицидное, то есть от насекомых. И в основном оно убивает клеща. Работы по окорицидной обработке общественных территорий практически завершены. Большинство городских парков и скверов уже обезбрежено от клещей. В Магнитогорске нашими подрядчиками будет обработано 58 скверов и 2 пляжа. То есть площадь порядка 651 тысячи квадратных метров. То есть обрабатывать начали с 18 апреля и закончим уже в четверг. Ну если, конечно, помешает погода в виде проливных дождей. Через несколько дней после окорицидной обработки специалисты сделают контрольную проверку на наличие клещей. Повторную дезинфекцию планируют произвести в августе. Ольга Аникина, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. На ММК вступила в строй еще одна система пылеподавления. Бункерная эстакада печи номер 10, где реализован экологический проект, стала первой площадкой доминого производства не только нашего комбината, но и страны, рассказывает Елена Ткач. В греческой мифологии борей символизирует бурный северный ветер. В современном мире инженерные установки промышленной академии борей способны справиться с тучами пыли, которые обычно сопровождают металлургический процесс. В настоящее время на ММК в эксплуатации находятся 15 установок пылеподавления. 8 в ЦПАЖ, 4 на коксохимическом производстве, по одной установке в листопрокатных цехах 4 и 10, а теперь и в домином на бункерной эстакаде печи номер 10. Инженерное решение помогает бороться с пылью во время выгрузки сырья из хопера в бункер, а также при перевозке по участку шехтоподачи до доминой печи. В среднем на бункерной эстакаде за 12 часов проходит до 20 составов. С такой системой пылеподавления, как вы сами уже видели, выбросы пыли при выгрузке хоперов бункера значительно снижаются. Когда происходит выгрузка состава, легким движением ноги работник приводит в движение всю систему пылеподавления, модуль которой надежно спрятан под землей на нулевой отметке. Происходит запуск насосов высокого давления, через форсунки вода распыляется. Принцип работы данной системы заключается в следующем. То, что форсунки производят распыление воды, образуя мелкую дисперсию, которая, в свою очередь, опутывает частицы пыли и осаждает ее. 1250 форсунок, более 80 клапанов, 43 литра воды в минуту. От поставки оборудования до пуска наладочных работ прошло два месяца. Все трудности, с которыми мы столкнулись в начале реализации этого проекта, были устранены благодаря заинтересованности обоих сторон. Так как, безусловно, компания «Борей» умеет создавать ценность для клиента, а наши ценности постоянные. Это уважение к окружающей среде и экологическая ответственность. Применение этой системы позволило снизить пылеобразование в контрольных точках на 80%. Работа по пылеподавлению в доменном цехе будет продолжаться и дальше. На очереди печи первая и вторая. Елена Ткач, Вячеслав Гусев, телекомпания «ТВН». Поддержка, которая позволяет реализовать свои профессиональные амбиции, стимулирует карьерный рост. Семь сотрудников ММК и их семьи получили помощь по предоставлению субсидий на первоначальный ипотечный взнос, либо на погашение уже имеющегося кредита. Кто может рассчитывать на такую финансовую поддержку от производства, узнавал наш корреспондент. Ксения и Дмитрий новгородцевы женаты второй год. Тогда же супруги решили купить собственное жилье – небольшую однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Взяли в кредит 900 тысяч рублей. Часть ипотеки уже успели выплатить, а в этом году они получат субсидию от ММК. 300 тысяч рублей будет выделено молодой семье на погашение кредита. Данная субсидия уже позволяет думать о дальнейшем расширении жилищной площади, то есть задуматься уже о следующей квартире, более большой. Может состав семьи еще расширится, поэтому может сразу трехкомнатную. Это гордость за мужа, за его такие успехи на работе. И, естественно, очень большая поддержка от того, что мы получили вот такую вот субсидию. Это поможет нам решить наш жилищный вопрос. Всего на субсидию претендовало 30 человек. Выбрали только семерых. Один из главных критериев – профессиональное достижение работника. Именно ими увеличил свой шанс к победе Дмитрий Новгородцев. Он три с половиной года работает инженером по наладке и испытанием Центральной электротехнической лаборатории комбината. Перспективный сотрудник – активист Союза молодых металлургов, победитель научно-технической конференции. Я в научно-технической конференции побеждал. Затем мне было присвоено звание «Лучший молодой рационализатор» за прошлый год. А что вы придумали? Новые рационализаторские идеи были внедрены. Там более 10 штук получается. Система визуализации была разработана на НТА-2, зоноразматыватель. То есть стало проще управлять механизмом оператора. А еще Дмитрий – участник всех спортивных соревнований, на которых выступает за свой цех. Напомню, программа называется «Помощь молодым семьям по предоставлению субсидий на первоначальный ипотечный взнос либо на погашение уже имеющегося кредита». Субсидия составляет 250 тысяч рублей плюс 50 тысяч на каждого ребенка. Из условий, помимо профессиональных достижений, учитываются возраст супругов до 35 лет, жилищные условия – площадь квартиры не должна превышать 18 квадратных метров на человека. А если молодая семья уже приобрела жилье в ипотеку, субсидию можно потратить на ее погашение. В этом году вообще даже поменяли правила, сделали на погашение действующего кредита, независимо в каком банке брал. То есть если раньше строго были привязаны только к новым квартирам в ключе, только ипотеку через куб, в этом году сделали послабление, предложили ипотеку в любом банке и предложили даже жилье вторичное. По словам Дмитрия Новгородцева, эта субсидия – весомый вклад предприятия в потенциал своих работников, ведь такая поддержка позволяет реализовать свои профессиональные амбиции и стимулирует карьерный рост. Юлия Черешнева, Георгий Бадаев, телекомпания «ТВИН». Паровоздуходувную электростанцию ММК недаром называют легкими комбината. Ее главной задачей было и остается обеспечение доменных печей дутьем нужных параметров, а также выработка тепловой и электрической энергии. Электромонтером на станции 13-й год трудится Алексей Котегов. За добросовестную работу и преданность своему делу он был признан лучшим по профессии. На паровоздуходувной электростанции работают 4 турбогенератора, 4 котла блока среднего давления в 30 килограммов, 3 котла блока высокого давления в 90 килограммов, 7 воздуходувных турбин. Все это как один организм, что и котлы, и турбины, все это взаимосвязано. Специалисты ведут контроль за отходящими кабельными линиями, за работой генераторов, которые дают электроэнергию в общую сети ММК, обеспечивают парам заданных параметров комбинат и воздухом, обогащенным кислородом, доменные печи. Задача Алексея Котегова – следить за состоянием электрооборудования, чтобы все системы функционировали в должном режиме. Цех большой, оборудования очень много. Если бывают такие накладки, что и туда, и сюда надо бегать, в общем, бывает, устаешь очень сильно. Но это мелочи, это все преодолимо. Все мы люди взрослые. За смену Алексей проходит порядка 30 километров. В рабочей сумке электромонтера весь необходимый арсенал инструментов, индикатор напряжения, токоизмерительные клещи. Они помогут определить наличие напряжения и перегрузку по току. Ручной инструмент, плоскогубцы, покорезы. Это основное для электрика. Фонарик у нас есть, модный на фонарике. Можно их прикреплять куда-нибудь. Впрочем, базовым набором приспособлений хозяйственный Алексей не ограничивается. Лапочка на всякий случай с собой, мало ли, вдруг там где-то перегорела. На паровоздуходувной электростанции Алексей работает с 2010 года. Начинал в электролаборатории электромонтером релейной защиты и автоматики. С 2014-го трудится электромонтером по обслуживанию электрооборудования станции. У руководства он на хорошем счету. Зарекомендовал себя как ответственный и неравнодушный сотрудник. В связи с пандемией было очень трудное положение с людьми. Он буквально почти весь месяц работал без выходных. То есть, не из дня в день он приходил и не плакал, не отказывался и работал. Работа у Алексея из разряда «нет» права на ошибку. Оплошности электричество не терпит. Потому нужно быть предельно внимательным, чтобы не допустить непоправимых ситуаций. У нас вот списочки есть, где у нас запитано конкретное оборудование. Все аккуратненько, внимательно смотришь, не торопясь. Обязательно не торопясь, потому что спешка эта чревата последствиями. Все, убедился, произвел отключение, повешал плакат безопасности. Если вдруг в дальнейшем оборудование будет не в работе, и когда приходит другая смена, чтобы они ошибочно не включились, чтобы плакатик для этого и вешается. В настоящее время Алексей осваивает обязанности старшего электромонтера. Дотошного специалиста подготавливают к новой должности. А за себя отвечает, чувствует себя на своем месте. Потому и работа приносит удовольствие. У нас очень дружная бригада, грубо говоря, практически как семья. Друг друга поддерживаем, помогаем друг другу. Даже бывает и на личном плане, если где-то помимо работы, очень дружно. Дина Наум, Валик, Карпенко, телекомпания ТВИН. К другим темам. Вопрос безопасности пассажирских перевозок сейчас особенно актуален. В этом году зарегистрировано увеличение аварийности по вине водителей пассажирского транспорта в два раза. Поэтому сотрудниками ГАИ ведутся проверки автобусов и такси. В одном из таких рейдов побывал Павел Берсенев. С начала этого года в Магнитогорске зарегистрировано более 70 ДТП с участием маршруток. Так, по вине водителей пассажирского транспорта пострадали 4 человека. Многие из происшествий вызвали общественный резонанс. Так, в начале марта под колесами горя водителя Газели оказалась девочка 12 лет, которая переходила дорогу по правилам, по пешеходному переходу и на зеленый свет. К счастью, ребенок остался жив. По общему количеству ДТП с маршрутными транспортными средствами остается на уровне прошлого года. Но с пострадавшими, если вести статистику, то абсолютный рост по сравнению с прошлым годом. То есть не было прошлого года? Не было ни одного. В профилактическом мероприятии автобус было задействовано 12 экипажей. Сотрудники ГАИ проверяли пассажирский транспорт, включая такси. Смотрели в порядке ли документы, обращали внимание на правильность перевозки людей, наличие справки о медицинском осмотре, а также соответствие конструкции транспортных средств техническому регламенту. Например, у этой Газели противотуманные фары установлены с нарушениями. И это повод для штрафа. Здесь, видите, оказывается, диодная лампочка нельзя. А там стоят диодные лампочки. Вот это нарушение. А так... И какие ваши дальнейшие действия будут? Ну, уберем теперь. Будем менять. Кроме того, в рейде принимали участие сотрудники миграционного отдела. Они проверяли законность нахождения иностранцев в нашем городе. Так подозрение вызвал вот этот водитель, гражданин Киргизии. Однако проверка документов нарушений не выявила. Просто у меня московская прописка, вот сейчас в данный момент, да, вот, как я приехал три дня назад. Ну, сейчас вот, ну, они проверили, база у них не уходит. Еще до конца не проверили, получается. Всего в ходе рейда полицейскими было выявлено 83 нарушения водителями пассажирского транспорта. Павел Брусенев, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. Теплый апрель активизировал магнитогорских садоводов и прибавил работы сотрудникам Госпожнадзора. Они вновь вышли в рейды по поселкам города, чтобы проверить, соблюдает ли граждане правила пожарной безопасности. Ведь именно генеральная уборка приусадебных участках с традиционным сжиганием мусора ежегодно привносит львиную долю в статистику пожаров. О том, что ждет нарушителей и как работают меры профилактики, расскажем в нашем следующем сюжете. У вас много. Да, хотели бы обучить вас мерам пожарной безопасности. Да и так знаем уже. Но мы вам напомним, сейчас начало пожароопасного периода, люди начинают сжигать сухую траву. Мусор в лес. Мусор нельзя, в лесу жечь нельзя, мы все знаем, охотники. Поскольку статистика показывает, что регулярные профилактические обходы снижают число возгораний произошедших по вине жителей, проводить свои профрейды сотрудники Госпожнадзора начали сразу, как сошел снег. Они получили название «обучающие». Главная задача таких рейдов – посредством специально разработанной памятки напомнить горожанам о правилах пожарной безопасности. В этой памятке основные требования, которые мы предъявляем гражданам. Мы запрещаем складировать мусор, оставлять детей без присмотра, использовать розетки, электроплиты, имеющие какие-то повреждения, оставлять без присмотра газовое электрооборудование. Также мы советуем иметь обязательно огнетушители, воду, песок, первичные средства пожаротушения. Запрет на разведение костров вблизи дома является еще одним важным пунктом этой памятки. Из года в год его нарушения привносят львиную долю в статистику пожаров. Так, по итогам 2021 года, причиной более чем 800 из 1100 зарегистрированных возгораний стало именно сжигание мусора и травы. Вот поделитесь своими секретами, то есть действительно, как нужно утилизировать мусор, чтобы это никому не мешало, чтобы не создать пожар, не создать опасную ситуацию. Ну, вообще-то есть телефон спецавтохозяйства. Вызываешь машину, очень много мусора. Они приезжают и забирают мусор. Вот и вся утилизация. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, убежден Василий. Поэтому по-настоящему рачительному хозяину не придется каждую весну ломать голову, куда девать оставшийся после уборки урожая мусор. Мы уже все утилизировали. Потому что мы в огороде утилизируем все эти вот картофельные отходы. Мы их все закапываем, они все там гниют. Перегнивают и все уходит. Так что ничего нет. Своя технология сборки мусора есть и у Раисы Викторовны. Вообще ничего не жгем. Ну, есть у нас железная бочка в огороде. Все отходы туда бросаем, а потом вывозим. Однако очень быстро выясняется, так строго к соблюдению правил пожарной безопасности относятся далеко не все жители поселка Крылова. Свидетельством этому становится дымок из-за забора. Нет, но в бочке же можно сжигать. Если у вас есть 50 метров, получается. Ну, где тут 50 метров? 30 метров. Да, в бочке жечь можно, подтверждают инспекторы. Но только на расстоянии 50 метров от дома. Словом, тут нарушение налицо. Составляем протокол об административном правонарушении. После составляется постановление и выносится уже наказание. Это если не наступил у нас пожароопасный период, это предупреждение на гражданина. Если наступил пожароопасный период, это штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей. Пока садовод отделался предупреждением. Но, к сожалению, единственным подобный инцидент не оказался. Поэтому не только в ближайшие дни и месяцы данные профрейды будут продолжены. Татьяна Артюненко, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Чтобы сэкономить время и деньги любителям фильмов и сериалов, Ростелекомпания предлагает уникальное предложение. Компания предлагает оформить суперподписку ВИНК 5 в 1. Она включает пакет с контентом сразу пяти известных онлайн кинотеатров. Что необходимо, чтобы организовать качественный досуг, расскажем в нашем следующем сюжете. Последний раз я на ВИНКе посмотрел кино Шаза. Мне очень понравилось. Там был супергерой, похожий на Супермена. И это не единственный фильм, который Александр посмотрел с помощью приложения от Ростелекома. ВИНК содержит более 400 телеканалов и 60 тысяч единиц контента. В его библиотеке насчитывается более 20 тысяч кинокартин. Все их можно посмотреть на любом экране, будь то телевизор, смартфон или ноутбук. Я люблю смотреть модные сериалы. Столько времени уходит на поиск нужной серии в онлайн кинотеатрах. Теперь все стало проще. Включил ВИНКа, выбрал. Весь контент в одном сервисе. И деньги целая экономия налицо. Подписка 5 в 1 включает 5 известных онлайн кинотеатров. ВИНК, Море ТВ, Старт, АМИА Диатека, сериалы Кинопоиска. В Ростелекоме уверены, это поможет сэкономить время и деньги. Вы подписаны на онлайн кинотеатр, но не можете найти интересующий вас фильм. Приходится подписываться на другие сервисы и искать там. Думаю, эта проблема знакома многим. Мы предлагаем ее решить, причем очень выгодно. Зачем платить за несколько онлайн сервисов, когда можно подписаться на ВИНК. При этом вы будете иметь функцию «Управляй просмотром», которая дает возможность приостанавливать каналы или продолжать просмотр с любого места. При этом даже если вы начали просмотр на телевизоре, а хотите продолжить на планшете. Кроме множества фильмов и сериалов, в ВИНК представлены аудиокниги и караоке. Все, что необходимо, чтобы стать пользователем, это скачать приложение на мобильные устройства. К одному аккаунту можно подключить до семи устройств единовременно. До 30 апреля оформить подписку «ВИНК 5 в 1» предлагают всего за 399 рублей в месяц. Одним из самых популярных декоративных растений у магнитогорских садоводов по праву считается туя. Эта заморская красавица украшает уже тысячи участков горожан. Как вырастить красивые и здоровые растения? Главный секрет в маленьких агрономических приемах, о которых рассказали специалисты садовых центров «Виктория». Елена Гребенщикова украсить свой участок туями решила впервые. В садовом центре «Виктория» огромный выбор этих растений. Вертикальные, круглые, ярко-зеленые, золотистые. Сегодня пришла купить несколько разновидный стуй. Выбрала золотистую и две побольше, обычные зеленые. Мне здесь рассказали, как за ними ухаживать. Ничего сложного нет, все очень просто. Правильный, но при этом не сложный уход. Вот в чем залог красоты и здоровья любого растения. Как получить в своем саду замечательные экземпляры туй, точно знает садовод со стажем Алексей Степанов, который вырастил на своем участке целую аллею из туй. При посадке в первые два года, если мы садим на солнечное место, то желательно тую немножко притянить. Либо посадить тую в наших магнитогорских условиях, в условия полутени, где будет солнышко, какую-то часть времени с туя стоять на солнышке, а какое-то время будет стоять в тени. Еще одно важное условие. Растения необходимо подкормить при посадке специализированными удобрениями. И, конечно же, делать это регулярно, весной и осенью. Также очень важен полив. Он зависит от погодных условий. Если, к примеру, на улице жара, это необходимо делать два-три раза в неделю. Обильно, но в то же время не заливать. Очень важно для туи такой маленький агрономический прием. Это так называемое душирование туи. Мы можем взять лейку с наконечником, который достаточно мелкодисперсно распыляет, и поливать тую сверху. Тем самым хвоинки очищаются, увлажняются. Растение напитывается влагой. Помимо того, что она берет влагу от корня, она также берет влагу через хвоинки. А еще молодое растение нужно накрывать мешковиной в марте, для того, чтобы от снега не возникал эффект солнечного зайчика, который поджигает хвоинки на туях. Весной, когда солнце уже так же хорошо светит, погода теплая, но снег еще лежит, хвоинки начинают уже испарять влагу. А корневая система находится еще в земле, в замороженном состоянии. В этот момент мы очень рекомендуем пролить корневую систему не горячей, тепленькой водичкой комнатной температуры. В этот момент корни начинают оттаивать, начинают работать, и растение подкрепляется влагой уже от корня, не только от верхней части. Так что, если хотите, чтобы тую благоухала, следуйте этим небольшим агрономическим секретам. И поверьте, ваши растения отблагодарят вас своей зеленью, своей красотой и своей непередаваемой аурой. У меня на участке несколько тур, и поверьте, это одно из самых любимых моих растений. Юлия Черешнева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский Металлург продолжает оставаться самой зрелищной и результативной командой нынешнего плей-офф континентальной хоккейной лиги. Никогда прежде в финалах Кубка Гагарина не забивалась по 7 голов за период. Металлург и ЦСКА записали новый рекорд в летопись КХЛ. А всего в этой встрече было заброшено 10 шайб. О том, как ярко магнитогорцы сравняли счет в финальной серии, наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Если в первой игре армейцы сумели навязать Металлургу удобный для себя хоккей, то во второй уже магнитогорцы диктовали условия. Хозяева здорово проделали работу над ошибками, с первых секунд действовали агрессивно, нацелено и довольно быстро добились успеха. Филипп Майе начал контратаку хорошим диагональным пасом на Николая Голдобина, тот оставил шайбу Артему Зимчонку, первый бросок защитника соперники блокировали, а вот второй великолепно подкорректировал партнер. Майе с пятачка переправил шайбу в ворота. Василий Кошечкин в стартовом периоде отразил 12 бросков, но в дебюте следующего пропустил. Его партнеры не сумели вывести шайбу из зоны, Павел Корнаухов обокрал Максима Карпова и выдал классную передачу Виталию Абрамову. Тот с ювелирной точностью поразил дальний угол. Ровно через 140 секунд магнитогорцы снова были впереди. Они не без труда отбились у собственных ворот и организовали быструю контратаку. Николай Голдобин доставил шайбу в чужую зону, Филипп Майе выдал пас Ярославу Хабарову, тот переправил шайбу Линусу Хульстриму и шведский защитник пушечным выстрелом послал ее в ближнюю девятку. Классная игра. С обеих сторон, я бы сказал, так и для зрителей. Очень интересная, достойная финала. Мы сегодня нашли пути к воротам. Увы, пути к воротам находили и соперники. Всего через 7 секунд счет снова был равным. Денис Зернов проиграл вбрасывание в центральном круге, гости быстро перешли в атаку и Михаил Григоренко с кистей великолепно бросил в верхний угол. Но еще через 37 секунд Линус Видель, переведенный из первого в четвертое звено, сделал хороший пас от лицевого борта и Архип Николенко прямо перед воротами классно выиграл борьбу у капитана ЦСКА. 3-2. Дальше на время наступило затишье, которое прервали армейцы. Не задержавшийся в Магнитогорске дольше одного сезона Сергей Плотников здорово сохранил шайбу в зоне атаки, продавил двоих соперников и выдал пас на убойную позицию Антону Слепушеву. Тот не оставил шансов Кошечкину. Но вскоре гости ошиблись еще раз. Богдан Киселевич неудачно выводил шайбу из зоны, Анатолий Никонцев остановил ее и переправил Максиму Карпову, который сделал роскошную передачу Денису Зернову. Завершающий бросок был столь же великолепен, как весь розыгрыш. 4-3. Галкипер ЦСКА и сборной России Иван Федотов впервые в карьере пропустил более трех шайб в матче плей-офф. Здорово, что много голов забили, но немного пропустили. Тоже есть над чем работать. Завтра будем разбирать ошибки. Но и это было еще не все для Федотова. Итог второго периода подвели магнитогорские канадцы. Филипп Мае совершил перехват у чужой синей линии и нанес бросок, после которого Брэндон Лайпсик продемонстрировал завидную расторопность и мастерство. Он не только первому спел к шайбе, но и попал по ней с лету. А на 54-й минуте главное ударное звено Металлурга отличилось еще раз. Лайпсик лихо выбил шайбу с соперника, Мае начертил очередную мастерскую диагональ на Николая Голдобина, и тот выдал эффектное соло в зоне гостей. Последнее слово в игре осталось за армейцами. Василий Кошечкин нарушил правила и ЦСКА с третьей попытки реализовал большинство. Итог 6-4 в матче, 1-1 в серии. Финал Кубка Гагарина переезжает в Москву. Прямые трансляции третьей и четвертой игр смотрите в нашем эфире в пятницу в 21 час 15 минут и в воскресенье в 18 часов 15 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tv-defeasin.ru. Впереди вас ждут полезные коммерческие информации, а также прогноз погоды на 22 апреля. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!